Здравствуйте! Сегодняшняя лекция посвящена дисциплине интерфейса компьютерных систем. И тема нашей лекции сегодня – проектирование меню. Итак, что же такое меню? Меню – это элемент интерфейса пользователя, позволяющий выбрать одну из нескольких перечисленных опций программы. В современных операционных системах меню является важнейшим элементом графического интерфейса пользователя. Пункты меню могут выбираться пользователям любым из указательных устройств ввода, предоставляемых электронным устройством. Типы меню. Какие бывают типы меню? Типы меню бывают по исполнению, то есть текстовые и графические. Вот здесь вот на рисунке представлено графическое меню. И разделяются по функциям. То есть главное меню приложения, всплывающее меню, контекстное меню и системное меню. Элементы меню. Какие бывают элементы меню? Пункты меню, отдельные опции приложения. Бывает пиктограмма, которая иллюстрирует действия. Бывает разделитель, визуально разделяющий группы однородных пунктов меню. И упор ограничивает ход сдвига курсора. На самом деле пиктограмма это не обязательный элемент меню. Элементы меню обычно сгруппированы в следующие элементы. Это строка меню, меню бар. Это основная часть меню, которая постоянно находится в окне приложения. Бывает, что скрывается и появляется при определенных действиях пользователя. Данная строка является так называемым главным меню окна или меню верхнего уровня, которое может содержать всплывающее меню, поп-ап меню или подменю, саб меню. Выбор элемента главного меню обычно приводит к вызову появляющегося под главным меню, которое в свою очередь может содержать подменю. Таким образом меню образует иерархическую структуру функциональных возможностей приложения. Пункты меню в главном и всплывающем меню могут быть включены – enable и выключены – disable или недоступны – graded. Иногда вместо слов включено и выключено используют слова активно – active и неактивно – inactive. Обычно пункты, помеченные как включенные или выключенные, для пользователя выглядят одинаково, а недоступный пункт меню выводится несколько затененным, в частности серым цветом, откуда собственно его и название – graded. Пункты всплывающих в меню могут быть отмечены – checked. При этом для идентификации того, что пункт выбран, используются либо специальные пометки – checkbox, например, в Windows используется значок галочка, либо изменение цветовой гаммы какого-либо из элемента пункта меню. В основном применяется для нестандартных графических меню. Работа элементов меню. Все элементы меню или часть элементов меню могут работать как настоящее меню, то есть как группа независимых счетных кнопок, счетных триггеров, T-триггеров, из которых, как в настоящее меню, можно выбрать один, два или более пунктов, но чаще встречаются группы зависимых кнопок, которые работают как многофазный триггер. То есть из группы пунктов можно выбрать только один пункт, после выбора которого прежде выбранный пункт сбрасывается. Но это уже не меню, а это уже переключатель. Меню в интерфейсе командной строки. Естественно, бывает меню не только в графическом режиме, но интерфейс командной строки присутствует. В интерфейсе командной строки меню реализуется перечислением вариантов и предложением ввести символ, либо слово или букву, да, в виде yes, no, то есть y, n, означающий желаемый элемент, желаемый вариант. Здесь вот на картинке можно увидеть такое вот примерное меню. То есть такое меню управляется простым вводом нужного значения из списка. Иногда для ввода требуется нажать интер, иначе только горячую клавишу, да, вот здесь 1, 2, 3, 4, по умолчанию 1, но можно выбрать другую циферку. При нажатии интер без ввода конкретного значения может быть выполнено действие по умолчанию. В данном случае это вот разворот, буковка 1 по умолчанию. Меню управляемо указательными устройствами. В более продвинутых интерфейсах выбор элемента меню может осуществляться указанием на его изображение на экране. Хотя такие меню могут управляться и горячими клавишами, в принципе тоже. То есть, например, сохранить это Ctrl-S, или там новый это Ctrl-N. Но допускается выбор между элементами меню при помощи клавиш стрелок или указательного устройства ввода. Меню, управляемое указательными устройствами, используется в телевизорах, также в мобильных телефонах, но и в других устройствах с указательными устройствами ввода. Сейчас вот на экране вы можете увидеть стандартизированный вариант меню. Здесь пункт файл объединяет все операции с информационными блоками обоих типов, то есть проектными и данными. Пункт правка, стандартные операции правки. Пункт проект, операции управления проектом. Пункт выполнить, два вида операции выполнения. Пункт окна, операции управления окнами, много документального интерфейса. И, наконец, пункт справка, это стандартные операции работы со справочной информацией. Этот вариант будет интуитивно понятен любым пользователям, потому что это в общем-то стандартный вариант и любой пользователь, который имеет опыт работы со средами программирования, в общем-то может здесь быстро разобраться. На сегодня все. Спасибо за внимание.